Каждую свободную минуту Иван Алиханов посвящает тренировкам. Баскетбол прочно вошел в его жизнь еще 10 лет назад. Начинал Иван в дюс шикар. С пятого класса стал играть за сборную своей родной 12-й школы. Недавно его команда начала одерживать серьезные победы. И, наконец, стала первой на региональном этапе лиги КС Баскет. Благодаря силе воли и упорству мы старались, мы работали над собой, много тренируемся. И мы были готовы к финальной игре. То есть мы ожидали, что будет тяжело, но были к этому готовы. Финальный поединок с баскетболистами из Павлова стал, по признанию ребят, невероятно трудным. Практически все время команды шли нога в ногу. Победу удалось вырвать только в овертайме. Что можно испытать, когда звучит финальная сирена, и ты понимаешь, что ты победил. Это, конечно же, огромные эмоции. Это радость непередаваемая. То есть мы от радости чуть ли не на потолок запрыгивали. Было очень приятно, что мы победили. Потому что это вообще первый раз в истории, когда Саров проходит региональный этап. То есть ни одна школа этого до нас не делала. Возглавляет сборную 12-й школы Валерий Щеголихин. Он рассказал, что на региональный этап его команда ехала с настроем победить. Второе, а тем более третье место, ребят не устраивало. То, что мы вышли и сказали, что нам надо выиграть. Это потому, что мы играем последний год. Дальше уже все разъедемся, больше не увидимся и решили выиграть. По итогам турнира Валерия Щеголихина отметили как лучшего игрока соревнований. Сам он со своей командой вскоре будет представлять Нижегородскую область на чемпионате Приволжского федерального округа. В случае победы ребята отправятся на финал Кэсбаскет в Самару. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.